девчулечки мои красотулечки всем привет мои хорошие что хочу сказать девчонки спасибо вам огромное те кто мне пишут смотрю сколько меня смотрит еще восточных красавиц девчонки которые живут в казахстане в армении в грузии какие вы молодцы девочки что смотрите что мне пишите задаете вопросы кто-то стесняется русский язык не так пишут ничего страшного девчонки я все разбираю мои хорошие пишите не стесняйтесь нас уже девчонки шестьдесят пять тысяч представляете шестьдесят пять тысяч и германия смотрит и франции израиль сша испания очень много-много другие страны спасибо огромное спасибо мои хорошие пишите задавайте вопросы что хочу сказать девочки если я вдруг кому-то не ответила но не обижайте девчонки задайте этот вопрос еще раз и напишите наташа жду ответа это я уже буду знать сигнал что надо обязательно вам ответить обязательно отвечу обязательно задавайте не стесняйтесь пишите я все читаю девочки все комментарии читаю и всем пытаюсь вам ответить ну девочки ближе к теме сегодня мы с вами будем делать маску очень хорошую маску вы прекрасно знаете что для нашей увядающей кожи так скажем нужно что коллаген а где нам его взять девчонки а взять мы его можем вот помидорки так что сегодня будем с вами делать маску с помидоркой что нам еще с вами нужно нам с вами нужна сметана мед ну если у кого нет на мед только аллергии девочки если аллергии есть можно заменить мед в этой маске грецкий молотом орехом и манная крупа вот что нужно для нашей сегодняшней маски ну помидорку нам нужно целую не какую-то там мятою и и пораненную треснутую нет ни в коем разе почему потому что самая ценность это в шкурке это что под шкуркой вот вот это нам очень с вами нужно но если вдруг кто-то заметил сильное старение кожи и сильное увядание черные точки какая-то усталость на лице эта маска для вас вот сегодня будем ее с вами делать как я ее буду делать посмотреть кому это интересно наши маски нам понадобится сок 1 помидора без семечек то есть я сделала протерла на терке помидорчик и потом через сито отделила от семечек вот чтоб семечка не было вот такой вот как типа сок томатный 1 помидора сюда добавляем чайную ложку меда одну стану столовую ложку манной крупы и одну столовую ложку сметаны все тщательно перемешиваем и наносим на наше очищенное лицо после скраба но перед тем как наносить маску не забудьте сделать аллергопробу как я вам уже неоднократно говорила или вот сюда на запястье вот или на сгиб локтя подержите где-то минут 30 и посмотрите если нет ни покраснений никакой аллергии значит маска подходит наносим нашу маску желательно по массажным линии в зону вокруг глаз не наносим потому что сам там самая нежная кожа вот масочка наносится очень хорошо легко маска подсыхает можно нанести еще слой еще слой нас на зону декольте обязательно на шейку наношу вот сюда можно маски очень много не экономьте кстати эту маску можно хранить холодильнике на нижней полке холодильнике три дня эта маска прекрасно сохраняет свои свойства наносим держим 20-30 минут потом смываем теплой водой посмотрим что у нас с вами получилось ну вот смыла я нашу маску как вам я лично очень прям результатом довольна лицо такое напитное прям увлажненная хорошее заполнились морщиночки мелкие немножечко разгладились по моему очень даже хорошо но если мы с такими масками девчонки протянем в таком состоянии до 80 лет будет очень хорошо да а там разберемся натянем как-нибудь еще ну вот мои хорошие что я вам сегодня хотел рассказать показать да девочки эту маску делать надо курсом то есть десять раз нужно сделать в неделю можно ее делать ну два три раза девчонки маски много остается эту маску еще раз напоминаю можно еще использовать повторно то есть держать только и внизу в холодильнике ну вот мои хорошие все девчонки до новых видео кто новые девочки подписывайтесь девчонки будем дружить до новых встреч мои хорошие с вами была я рубцов наталья люблю вас всех мои хорошие девчонки моей красотулечки пока